Я знаю эмоцию и грусть. Это групповое занятие с подростками, лица которых по понятным причинам мы скрываем, для многих юных пациентов наркологического стационара едва ли не главное отдушина. Помимо, собственно, лекарственных препаратов, восстанавливающих организм, здесь теперь практикуют и лечение душевное. Ну, то есть наполняют смыслами практически каждую минуту свободного времени. Этот комплексный подход к реабилитации эффективен для взрослых, теперь его будут применять и к подросткам. Понятно, что это потребует увеличения времени нахождения в диспансере с двух недель до трех месяцев, но эта мера себя оправдает. Принято решение на переход от чисто лечебных к лечебно-реабилитационным программам и как раз с привлечением всех смежных специалистов, которые также будут курировать вот эти развивающиеся системы организма, то, что мы и нервную систему затронули, и эмоционально-волевую сферу посмотрели. То есть та же физиотерапия, она и уровень раздражительности снижает, и уровень агрессии снижает, и помогает развитию духовной сферы. Сегодня этот стационар для юных наркозависимых на 10 куек занят лишь наполовину. Но внимания к своим подопечным у врачей областного диспансера меньше не стало. С ними ведут беседы, ребята играют настольный теннис, лепят вот такие забавные поделки, чтобы не думать о том, куда им предстоит возвращаться. Новое время порождает новые виды наркотиков. Сегодня подростков травят в основном синтетикой, так называемыми солями, после разового употребления которых, например, восстановление нейронных связей в мозгу занимает 14 дней. Взрослому сложно, что уж говорить о детях. Хотя причина наркозависимости у них сегодня уже не столько биологическая, сколько социопсихологическая, говорят врачи. Социологическая составляющая, она помогает человеку вернуться в общество. Потому что если посмотреть на ребенка, на подростка, как проходила его жизнь, ну там ранние воспоминания он не помнит, потом у него были какие-то, например, проблемы в семье, насилие, родителей вообще не было. А остальные воспоминания связаны с употреблением наркотиков, употреблением алкоголя, и, в общем-то, человек другой жизни-то и не знал. Поэтому мы должны вернуть его в общество, показать ему, а что еще есть. Потому что ребенок, он уже как белый лист, он этого не знает, просто того, что взрослые уже знают. Он не видит альтернативных путей, поэтому их нужно показать. Один из альтернативных путей поиска смыслов для подростков – общение со священниками. И в областном наркодиспансере с приглашением представителей церкви решили не затягивать. Говорить о Боге станет еще одной частью комплексного подхода к реабилитации.